Прости, минутку. О, нет. Минутку. О, ради бога, Пападита уже в ноты. А, нет, постой. Хаманд. Что? Видишь того парня? Где? Он пропал. Темно, там никого нет, просто пустыня. Вот почему инопланетяне прилетают сюда. Странно. Нет. Ради всего святого, заткнитесь. Нет. На следующее утро из моего дома на колесах открылся жуткий вид. Ты что? Я что? Сидишь на толчке? Да. Ради... Я сижу тут ради одного, чтобы насладиться великолепным видом. Я первый пришел. Ты портишь мне вид. Я порчу тебе вид? Да. Я хоть не испражняю все тебя на виду. Потом мы направились в паб завтракать. Однако... Почему ты не приготовил завтрак нам? Потому что завтрак исключительно для моих друзей, которых здесь нет. Ты правда нам ничего не приготовил? Да, я и правда вам ничего не приготовил. Я голоден. Давай не будем зацикливаться на его невероятном эгоизме. Эгоизм и правда невероятный. Давайте придумаем, чем займемся сегодня. Гонками по дюнам. Ты уже это делал. Мы все это делали. А может мы поедем на гоночный трек? Нет, только не гоночный трек. Почему нет? Я не люблю гоночные треки. Тебе нравятся дюнные баги? Да, потому что это дюнные баги. Да ладно, будет очень весело. Обычный гоночный трек, тоска зеленая. Ладно, сейчас разберемся, давайте проголосуем. Вот трек, который мы выбрали. Гоночный комплекс Spring Mountain. А что ж машины? Я выбрал новую модель Corvette, последнюю в линейке с передним двигателем. Хаммонд выбрал джип Гранд Чироке Трекхок. А Мэй, все еще жаждущий тишины и покоя, выбрал Cadillac STSV. Все это было бы замечательно, но прежде чем мы занялись делом, я совершил ужасную ошибку, задав моим коллегам технический вопрос. У всех этих машин двигатели V8 на 6,2 литра с турбонаддувом. Да. Я хочу знать вот что, они все со штанговыми толкателями? Так вот, когда бы мне не подвернулся двигатель со штанговыми толкателями, я знаю, что мне нужно сказать, двигатель со штанговыми толкателями. А что такое двигатели со штанговыми толкателями? Это двигатель, где штанговые толкатели включают привод колпанов. Клапаны поверх цилиндров открываются и закрываются, чтобы впускать. Да, я знаю, но это... И вместо распредвала поверх клапанов, которые бы их открывали, в них встроен по сути единственный распредвал внизу, который управляет толкателями клапанов. Такие двигатели у американских машин, они менее оборотистые. У них более высокие мощности с длинным ходом поршня. Из-за того двигатель большего размера. Проблема в том, что у двигателя с равной мощностью и верхним валом объем будет больше, но лишняя мощность не нужна, потому что обороты будут выше. И давать больше мощности при более высоком числе оборотов. С другой стороны, если у тебя спортивный высокооборочистый двигатель, как в итальянских машинах, то у тебя диаметр цилиндра будет больше хода поршня, в результате чего двигатель будет меньше и с сухим картером. Субтитры создавал DimaTorzok